Ребята, всем привет! Я рад вас видеть на своем канале. У нас сегодня снова новинка, снова распаковка. Хочу отметить, что именно с вашей помощью у меня есть возможность получать новинки с Алиэкспресс. Посему, ребят, вам за это огромное спасибо, респект и уважуха! И как всегда, кратенько вас попрошу оценивать это видео, не забываться подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать все новые видео. Итак, у нас сегодня на обзоре новинка видеопрома. Это Wi-Fi камера, но уже новая модель. Самая модерновая и из последних. Хочу отметить, что камеры постоянно совершенствуются. Я ни разу не получал камеру, которая была похожа на предыдущую. Понятно, что с каждым разом они становятся круче, сложнее навороченнее и зачастую дешевеют. Каждый раз открывая упаковку, я удивляюсь. Реально внутри уже все более крутые технологические решения. Каждая камера просто космос по сравнению с предыдущей. Ну что, давайте хотя бы предварительно посмотрим, что же внутри коробки. Вам же интересно. Вот, ребят, вот сама камера. Как видно, у нее два объектива. А это значит, что у нас будет крутой оптический зум. Насколько крутой, естественно, мы узнаем чуть позже. Само собой, я вставлю очень подробную распаковку. Ну, а пока просто предварительно расскажу про нее вкратце. Во-первых, что здесь есть из плюсов. Во-первых, здесь кронштейн, который можно изгибать под 90 градусов. В предыдущих версиях камер это был косяк, потому что не было возможности нормально ее закрепить. Здесь же есть уже варианты установок. Выглядит камера добротно, из очень качественного пластика. Я надеюсь, что начинка будет соответствовать описанию. Отличительной чертой того, что у вас еще более свежая камера, является то, что у нас здесь сделано три ответвления. Одно из них для подключения сетевого кабеля. Второе для подключения питания. Сейчас он находится по центру. А третье это кнопка сброса. Судя по всему, дублирующая ту кнопку сброса, которая находится внутри. Это чтобы не лазить в нее внутрь каждый раз при перенастройке. Опять же, это плюс, а не минус. Это круто. Ну и как говорится, давайте не будем тянуть время и приступим к подробной распаковке. Вам же уже стало интересно. В общем, приходит посылка вот в таком вот виде. В моем случае к ней был прикреплен вот такой вот белый пакет. Чуть позже будем разбираться с чем. Давайте же вскроем нашу упаковку и посмотрим, что у нас внутри. Сейчас самый подходящий момент для того, чтобы оценить, насколько хорошо упакована наша камера. Но, честно говоря, сколько ко мне камер не приходило. Косяков конкретно потому, что упаковка была плохая. Давным-давно нет или нет вообще в принципе. Вскрываем белый пакет. Мне уже самому интересно, что же находится внутри. Почему он лежал отдельно. Да, тут все намного проще. Что ж я сразу не догадался. Конечно же, это 64-гиговая флешка. Круто. Ну что, вскрываем ларец. И что же мы находим первым делом? Первым делом, естественно, какая-то рекламка. И явно с самого сайта Алиэкспресс. Далее. Само собой, у нас имеется инструкция. Само собой, она на английском. Хорошо, что не на китайском. В принципе, здесь все подробно объяснено. Также есть ссылка на приложение, которое мы установим на смартфон. Здесь все красочно и понятно. Также есть ссылка на установку приложения для персонального компьютера. Естественно, в комплекте идет наклейка, которая будет всех пугать. Хочу отметить педантичность представителей Поднебесной, с которой они все собирают и укомплектовывают. То есть, если к вам приходит какая-то вещица, к ней в комплекте есть все для полной ее установки. В данном случае у нас то же самое. Ну вот, собственно, и сама виновница нашего сегодняшнего обзора, собственно, сама камера. Важно, с двойным объективом. А вот, собственно, и все, что лежало в коробке на планшете от канала «Делай все сам». В общем, как я и говорил, в комплекте есть все, что надо. Камера собрана из добротного такого пластика, довольно плотного и прочного. В принципе, то, что она белая, даже смотрится прикольно. А вот и, собственно, одна из фишек. Сам кронштейн, который можно изменять под разными углами. Само собой, громкоговоритель в задней части. Камера оснащена двумя разнофокусными объективами. Естественно, имеет возможность движения влево и вправо, и вверх и вниз. А вот и еще одна отличительная черта. Как видно, у нас три разветвления. В одном из них спрятана кнопка для сброса, которая теперь находится намного удобнее. Прежде чем подключить камеру к питанию, нам нужно установить флешку, но не только это. Как минимум, нам надо снять пленку с объектива, что я сейчас и делаю, иначе качество будет не то. Наружную пленку я решил не снимать, но пускай пока побудет. Чтобы установить флешку, выколупываем такую вот силиконовую заглушку, которая находится внизу камеры. Там же находится и кнопка сброса, вторая дублирующая, которая изначально была неудобная. Вставляем флешку, используя обычный канцелярский нож, нажимаем до щелчка характерного. Ну а теперь самая муторная часть всего видео, это включение камеры. Это настолько сложно, что реально напрягает. Вот собственно и все. Это был юмор, да. Первое, что будет делать камера, это искать свои крайние точки. Соответственно, для того, чтобы найти крайние точки, надо их все прощупать. Собственно, эта камера и делает. Притом, делает это любая камера и каждый раз. А вот и еще одна фишка этой камеры. Вы заметили? Ну вот. А теперь, собственно, та самая сложная часть, про которую я и говорил. Муторная, но очень обязательная и полезная. Запускаем наше приложение, которое, естественно, скачали с Play Market. Это называется она дословно ИЦСЕЕ. Обратите внимание, камеры у меня три штуки уже подключены и они находятся онлайн. Нажали плюсик справа вверху. Добавить новое устройство. И у нас, как всегда, просит включить доступ к местоположению. С этим сделать ничего нельзя. Это требование всех новых приложений. Помимо этого, нас просят включить Bluetooth. Не знаю, что это даст, но давайте включим, посмотрим, для чего это. По сути, здесь меню на русском. И, в принципе, все подробно расписано. Тут даже, как бы, и комментарии не везде нужны. На следующем шаге мы указываем наш Wi-Fi роутер и вбиваем пароль, который у вас назначен к нему. Далее у нас на экране должен появиться QR-код, собственно, который мы должны показать нашей камере прямо со смартфона. Важно, предварительно надо выключить камеру сети и подключить ее снова в сеть. Иначе ничего не получится. Далее задаем сложный, обязательно сложный пароль, но куда-нибудь его записываем, потому что потом иначе все придется сбрасывать. Далее идет все стандартно. Придумываем название. Отмечу один нюанс. Раньше надо было обязательно QR-код показывать камере. Сейчас это не обязательно. Поэтому вам не придется лезть куда-нибудь там на конек дома. Достаточно просто находиться рядом. И это круто. Далее мы выбираем, видео будет писаться только в режиме сработки или вообще будет фиксироваться все происходящее. Далее тапаем по верхнему экранчику. Как видно, уже висит значок онлайн. И, собственно, все. Камера подключена. Бинго! А вот, собственно, в кадр и входит тот балбес, который это видео все записывал и озвучивал. Вон он я. Не обращайте внимания, что видео немножко тормозит. Во-первых, я записываю скрин с экрана моего смартфона. Это уже вызывает небольшое торможение. Второе. Как видно, справа посередине экрана у нас стоит максимальное качество UHD. А онлайн-трансляция видео с нашей камеры в этом режиме требует очень высокой скорости интернет. Обратите внимание на левый верхний угол. Сейчас скачка идет почти со скоростью полмегабита или 500 килобит. Это не маленькая скорость. Собственно, поэтому я хочу еще раз отметить. Если вы собрались брать камеру максимальным разрешением, самую крутую, не берите. Если вы не можете обеспечить нормальную скорость интернета у вас на участке, в доме, усадьбе, даче. Поэтому не рвитесь брать 4К, 8К. Иногда достаточно 2К, и это выше крыши. Сейчас вы на экране видите опыты с зуммированием. И, как видите, камера без проблем справляется. Сейчас вы видите 5-кратный зум. Ну, скажу честно, здесь по умолчанию идет 8-кратный зум. Но по-хорошему, по-честному, 5-кратный зум, наверное, максимальный, который имеет смысл использовать. А вообще, в идеале, 4-кратный. Если же для вас важнее качество, то используйте вообще максимально 3-кратный зум. Этого, поверьте мне, выше крыши. Собственно, сейчас вы наблюдаете 3-кратный зум. Стоит штатив с закрепленной видеокамерой на нем. И мы его сейчас рассматриваем. Мне кажется, качество выше крыши. 4-кратный зум. В принципе, терпимо. Сейчас подойду я для сравнения реально вживую. То есть, как выглядит именно человек в кадре. При использовании 5-кратного зума или выше у нас выскакивает вот такое дополнительное меню навигации. Это для того, чтобы мы не потерялись, куда сейчас направлена наша камера. Ну, а сейчас для наглядности давайте зум откатим до нуля. И вы прочувствуете, насколько большая разница. Круто, правда? Субтитры сделал DimaTorzok Теперь нам надо камеру привязать. Для этого находим в тройничке нашу кнопочку и нажимаем ее. Обратите внимание, камера подконнектилась еще даже раньше, чем я показал ей QR-код. То есть, это делать сейчас не обязательно. Достаточно просто находиться рядом. При сработке на движение или на человека, камера дает вот такой световой сигнал. Красно-синий. Собственно, грубо говоря, вор понимает, что он встрял и в принципе не хочет ни во что ввязываться. В принципе, рабочая схема. Кстати, ее можно отключать. Так, теперь что касательно настроек. Настройки я уже много показывал и в предыдущих видео. Показывал нюансы, как они включаются. Кстати, постоянно появляются какие-то новые фишки с обновлениями. Поэтому обязательно надо обновлять. Об этом чуть попозже. Здесь очень много настроек. Можно настраивать громкость динамика, скорость движения камеры, назвать ее. Режим записи на флешку. То есть, циклически перезаписывать, когда место заканчивается. Или же останавливать запись. Также можно включить кнопку постоянной записи и выбрать качество видео. То есть, видео будет все время записываться и вы ничего не упустите. То есть, это не запись в режиме сработок, а конкретно запись всего подряд. Теперь то, что важно. Обратите на нижний пункт. Как видно, у нас появилось обновление. Надо обязательно обновлять нашу прошивку камеры. Многие жаловались, что у некоторых камер есть какие-то глюки, недоработки. Ну понятно, вы же не можете выпустить новые продукты, чтобы в нем не было косяков. Поэтому программная ПО постоянно дорабатывается. Просто надо взять и обновить. Что-то сложного. Теперь касательно косяка, что многие говорят, камера не возвращается в свое исходное положение. Ребят, здесь проблем не в камере. Смотрите, уже можно давным-давно задавать точки. Мало того, обратите внимание на фишку этой камеры. Она запоминает не только точки, которые надо просмотреть, но и с каким зумом просмотреть. Сейчас я вам продемонстрирую еще раз. Ухожу вправо. Смотрите, выбираю точку. При этом откатывается еще и зум. Круто. Кстати, давайте включим отслеживание движений и посмотрим, как камера будет с ними справляться. При том, я не буду делать легких движений. Я специально буду делать резкие скачки и посмотрим, сможет ли камера меня словить. Опять же, обратите внимание, камера не только следит за мной, но еще наезжает и зумом, если считает нужным. И даже моя попытка быстро и резко убежать ничего не дала. Камера все равно вычислила примерное мое местоположение и нашла меня, что круто. Опять же, отмечу, что каждая новая камера, она все лучше и лучше отрабатывает свои движения и функции. Сейчас вы видите, опять же, предупреждаю, это скриншот моего смартфона. То есть, не пугайтесь, это не максимальное качество. При том, я сейчас специально поставил режим SD качество, потому что скорость требуется интернета высокая, интернет скачет, иногда колеблется. У меня сейчас скорость припала. Вот сейчас режим UHD. По сути, максимальный для данной камеры, а вот как выглядит в режиме зума, режим HD. Тут суть какая? Если вам надо что-то по-быстрому посмотреть, ставьте режим SD, тогда не будет ничего тормозить. Если вам надо качественная картинка и вы что-то хотите рассмотреть, в режиме онлайн выставляете UHD. Вот я сейчас еще раз переключаюсь на UHD и качество онлайн картинки, как видно, стало круче. Опять же, многие задают вопросы, как работает камера ночью, ночью отрабатывает вообще на урока днем. И можно ли смотреть историю дистанционно самой камеры? Конечно, можно. Мало того, можно смотреть по времени, можно перематывать. Можно отмотать в зависимости от флешки, которую вы ставите, хоть на месяц, хоть на два назад. Мало того, если вы нашли отрезок, который вас заинтересовал, его можно дистанционно через интернет скачать. Нажимаем, держим на нем пальчиком. Нажимаем кнопочку скачать. Как видно, нижняя картинка сейчас на экране. Идет скачка. Все, видео скачалось. И это видео уже в оригинальном своем масштабе. Специально для тех, кто не верит, вставил реальное качество, которое я смог выгрузить с камеры. Обратите внимание, картинка не тормозит. Скачана она прямо с камеры. Реальная частота 15 кадров. И разрешение здесь немаленькое. Сейчас я вам укажу все параметры. Ну, короче так, камера мне лично понравилась. Реальная частота 15 кадров. Реальная частота 15 кадров.